друзья всем привет рад вас видеть как всегда канал генетик я Руслан Халецкий у меня на столе бардак произошел первый получивший широкую огласку инцидент дисквалификации девочки на турнире в Станкт-Петербурге и постараюсь по порядку высказаться по нескольку порядку вопросов которые да сейчас возникли это дисквалификация это противостояние условно это АНБС и АФББ и высказать вообще свое мнение по этому поводу начнем дисквалификации давайте так посерьезно если девочки допустили взяли с нее взносы за участие это организаторы турнира непосредственно то они были позаботиться должны о том чтобы проверить имеется ли она право выступать и в случае если нет то да нет не приезжайте в Петербург не тратите деньги начну с организаторов если нет они отследили то считаю они должны были всеми правдами неправдами отстаивать честь девушки тем более она заняла место призовое насколько я понимаю но раз на их турнире произошла такая оплошность с их стороны я считаю что организаторы турнира должны полностью возместить девушке взносы которая заплатила за участие турнире грим который она оплатила проезд и проживание в городе Санкт-Петербург однозначно думаю что люди которые называют себя мужчинами сделают так потому что исключительно по их вине она выступила на турнире где якобы нельзя было выступать единственный момент что дисквалифировать ее не могли и снять с турнира по одной простой причине она не являлась членом федерации АВБ она подала заявку и приняла участие в турнире она не член федерации нельзя исключительно члена все ребята которые выступали в NBC и ранее не выступали в АВБ могут легко принять решение выступать сейчас в сезоне в АВБ потому что нужно понимать что турниров больше ФББ турниры более высокого уровня по составу спортсменов однозначно в данный момент и федерация хорошая судьи отличные многих кого я знаю потрясающие ребята поэтому можно сделать выбор в сторону этой федерации да очень хочется в данный момент есть правила которые просят вас избирательно относиться к турнирам то что если вы в ФББР вы обязаны выступать только на турнирах под эгидой АВБ и АВБ Элит Про вот два ваших направления возможных федерация же NBC новая масенькая но шумная она позволяет всем спортсменам наступать на любых турнирах они не против абсолютно поэтому там я понял да вы можете отправиться в НАБУ ВФФ нахуй шучу вот можете отправиться на любой турнир и вам ничего никто не скажет скорее всего только похвалят в принципе все разочтения в остальном фитнес бодибилдинг все отлично я конечно же призываю еще раз уже призывал такое совпадение случилось с вышел у Антона Доценко на Generation Iron со мной ролик интервью и он не знаю от него видимо как ударистое видение он так подгадал ролик был снят давно и он выложил только сейчас как раз под произошедший момент еще раз повторюсь призову федерацию ФББР отменить дисквалификацию за участие в турнирах других федераций реально сейчас это очень сильно бьет по ФББР поверьте в турнирах NBC в России было два сейчас будет четыре это вообще никакой не противовес количеству турниров там в каждом городе ФБР но вы такую дали рекламу NBC вы вызвали шквал негодования у спортсменов вы у вас в регионах проводят эти вот собрания со спортсменами что-то хуйню втирают в головы я не рассказываю спортсмены что вы делаете что делают на местах президента региональной федерации ребята у вас там кушка поехала дружно у вас нет врагов вас все любят вы пол жизни а некоторые всю жизнь в этом спорте я уже больше полу половины своей жизни бодибилдинге большинство из вас мои коллеги вы старше меня и что вы делаете сейчас зачем вы позоритесь нету противостояния врагов есть наше общее дело у вас есть вообще устав федерации давайте расскажу что там написано скорее всего во первых некоммерческая общественная организация слово некоммерческая большими буквами пожалуйста прочтите для себя дальше я уверен что основная задача и положение устава федерации бодибилдинга россии является продвижение популяризация спорта и здорового образа жизни посредством проведения спортивных мероприятий вот этим нужно заниматься популяризацией продвижением вы не занимайтесь популяризацией вы уничтожили бодибилдинг вы проводите хорошие турниры насколько это возможно на вашем уровне но популяризации ноль вот стагнация вам удалось отличное то что было пять лет назад сейчас практически кажется недостижимым в плане популярности даже по бананному по медиа контенту по фитнесу мы понимаем что падение колоссальное это была ваша задача вы должны были этим заниматься если вы не могли и были люди которые хотели ведь я знаю что витя шамин предлагал заняться маркетингом продвижение федерации спонсировал неоднократные турниры я предлагал помочь с поиском федеральных партнеров спонсоров спонсировал спонсируют до сих пор турниры которые обращаются ко мне предлагал мощный маркетинг с продвижением предлагал даже поставить за свои деньги на зарплату агента который будет предлагать рекламные кампании для на турнирах федерации для того чтобы не спортпитуха скидывался есть газпром есть пепси ребята услышите меня еще раз я письмо вам писал есть кому обратиться можно попасть на большие бюджеты крупных компаний потому что фитнесом занимается большая часть людей которые занимаются какими-либо видами спорта вы понимаете что это самая популярная физическая активность и вы это настолько вы это даже не просрали вы как будто не стали прикоснуться такое ощущение что вы этого не видите вы видите своих 15 спортсменов кого готовите и вот свою вот эту между собой это неправильно я говорил то что нужно дать сетку из важных турниров да и понимать что в городах миллионниках во всех нужно создать цикл который может длиться в течение всего года что могли выступать чаще больше это происходит в штатах америки да круглый год можно выступать готовится именно в миллионниках городах однозначно имея хороший план турниров можно привлечь крупных партнеров федеральные контракты подписать крупные бренды 3 мульта сразу разом на 10 турниров крупных федеральных это несложно у вас есть тюмные талантливые люди тем более я так скажем ближе знаком с теми кто около мой ровесник то сейчас начали судить с кем-то раньше выступали вместе и такие потрясающие ребята такие светлые головы такие чистые сердца ну блин но но их не пускают в президиум им там не место в президиуме есть личные ребята поэтому я прошу дисквалификации девочки конечно отменить в случае если фб не отменит дебильное правило дисквалифицировать спортсменов пусть она сейчас выберет где она решит выступать хотя наверное тут уже ее выбор понятен и коснусь дисквалификации и перейду дальше еще момента на этом турнире в Санкт-Петербурге выступал парень который выступал в NBC вот фоточка и соответственно этого парня награждает лично президента федерации и претензий к нему нет потому что не занятие вот такие двойные стандарты девочку мы дисквалифицируем отбираем у нее кубок прилюдно хотя она все оплатила имела право участвовать а мальчика мы ничего не отбираем потому что мы не заметили а он выступал также в альтернативной федерации двойные стандарты да да не бой того дальше все ругают Александра Бишневского не все точнее ряд людей для него горой беспочвенно абсолютно просто горой потому что они те кто сейчас за него максимально пытаются заступаться во первых ему не надо за него заступались это взрослый полноценный мужчина очень достойный ему не надо ваше заступничество особенно вы там рявкаете просто как шавки мне кажется это скорее больше позор нежели поддержка дальше кто его ругает ругают тоже неверно потому что вы должны понимать что Александр добился огромнейших результатов в спорте в бодибилдинге он его любит он очень верно в нем также у него какой-никакой пусть опыт управления есть да пусть массинки фитнес клубами это так скажем чтобы была теплая вода и туалетная бумага но это тоже неплохо и он очень долго время находился в президиуме он был практически там максимально приближенным человеком к Владимировичу Дубинину и он понимает что происходит и он достаточно хорошо ориентируется в кухне внутренней этого фитнеса да хотя она вся такая кухня то не очень чистая но не в плане договорных вещей нет я просто говорю о том что уровень не очень высокий организационный но он это все знает и действительно лучше чем там Александр или президент Московской Федерации или президент Краснодара да людей было сложно представить лучше на эту должность да президенты из Свердловской области да Екатеринбург вот они между собой конкурировали по сути за то чтобы занять руководящую должность я думаю что в данный момент ни один из них не может быть президент Федерации России ни у кого из них нету достаточного уровня силы веса уважения среди остальных они должны были делать совет какой-то такой знаете общий потому что той силой которая была Владимира Ивановича Дубинина там в диапазоне 10-15 лет назад нет ни у кого из них и не будет да Владимир Иванович это был столб он держал все он тянул все на себе и лишь определенные вопросы здоровья и возраста привели к тому что когда держится все на одном человеке что начало постепенно все портится вот дальше поэтому Александр молодец я считаю что дядя Саша он сейчас просто заложник собственных слов и правил но я считаю что отказаться от неправильного решения это достаточно достойный и простой поступок потому что да они все решили дисквалифицировать записывали людей на МПС на турнире ходили в капюшоне привет дружище у меня никаких претензий к твоей задачи от Федерации это просто было очень забавно и мило я абсолютно был рад тебя видеть очень сильно был рад тебя видеть меня это позабавило потому что я не принимаю ни одной из сторон я лишь только за спортсменов потому что я именно с ними стою за сценой в плавках и не то что я извращенец я просто с ними вместе наступаю и я исключительно за наш спорт потому что я его очень сильно люблю поэтому не нужно дать на Александра я думаю что просто ему нужна наоборот поддержка и одобрение я на Кубок Питера больше не хожу не был там последние по-моему три сезона и также не поддерживаю как спонсор потому что у нас есть личные с Александром так скажем непонимания возникли в процессе подготовки к одному из турниров я не буду их на общий свет я буду рад с Александром пообщаться если он мне позвонит потому что я считаю что ситуация был он неправ полностью я ему готов объяснить в чем мой вопрос потому что я знаю что в уарах сейчас слухи ходят очень неприятные отзывы обо мне хотя я считаю что неправ был он конечно это обидно когда тебе не дают деньги но наверное их нужно заслужить я буду как кот Плеопольд давайте жить дружно заканчивайте выливать друг друга ушата говна заканчивайте помывать спортсменам мозги заканчивайте угрожать спортсменам дисквалификациями заканчивайте накручивать спортсменов на агрессию да сейчас я обращаюсь к обеим сторонам потому что накручивают им бесит в каких-то моментах да поджигают пламя но с их стороны это правильно это как раз коммерческая деятельность это маркетинг они тем самым делают себя более известными про НБС не узнал бы практически никто в России спортсменов если бы сама федерация Айбб не сделала массовую рекламу запретом там выступать реально всех зрителей на турнир НБС привело федерация Айбб всех зрителей привели запретное выступление запретный плод сладок я не знаю где я буду выступать честно на том турнире который будет мне казаться более удачным по местоположению по времени по в целом по календарю что будет рядом еще то есть там что в диапазоне там полутора месяцев можно было три или четыре раза выступить да что с диапазоном две-три недели между турниров чтобы можно было адекватно подводиться не более того поэтому НБС пора уже обеим сторонам охладить голову и принимать более политически верные и корректные решения и в первую очередь думать о спортсменах тут вообще нету нечем даже больше говорить более яркий мой монолог диалог наш с Антоном переходите по ссылке под видео он уже нерешенально подпишитесь на него потому что это потрясающий контент в целом я говорю не про ролик со мной это наверное самый худший контент на канале есть там и хорошие ролики их стоит посмотреть Антон делает хорошее дело на него тоже ругань льется на девчонку дисквалифицированную льется ругань кстати если ты посмотришь этот ролик напиши мне в директ ВК неважно у Ваньки Водяновой возьми ему контакт я знаю что сейчас на связи вы общаетесь тебя лишили от твоего приза за выступление я думаю это не справедливо со стороны генетика от себя лично сделаю презент который обычно делают людям которые побеждают на турнирах по бодибилдингу и фитнесу на этом прощаюсь друзья всем пока и сейчас я открою баночку фисташку протеина потому что я очень проголодался встал за сегодняшний день скрываясь в солнце благо у ощутителя сегодня есть и поеду делать кардио ваши мысли по этому поводу будут квалификации по поводу федерации по поводу того где стоит выступать оставьте в комментариях мне интересно понимать что думает фитнес сообщество по этому поводу все всем пока не отжирайте жирные бока Govern генетика а а а